Так что же стряслось за поребриком цивилизации? А там, как бы вам так помягче сказать, не поверите, но пришла зима и морозы в России в январе внезапно и понеслось по трубам. Нет, ничего не понеслось и ничего не потекло, там все разорвалось. Посмотрите, за 10 минут затопил, даже тротуар не видно. И вот если вы думаете, что я нарыл какую-то там глубокую российскую дыру, где годы напролет бардак, бардак, еще раз бардак, то нет. Это перед вами буквально самый умный город России по уровню технологичности. Вот такая хуйня творится, ребята, в очередное. Теплый источник. Ну-ка. Да, вода, кипяток. Клетка стоит. Привет, химки. А еще он занял первое место по эффективности муниципальных администраций Московской области. И это не я сказал, это сказал Дмитрий Волошин, глава химок. Города ну совсем-совсем близкого к Москве. Ну, по сути, это и есть сама Москва. Ну и вот посмотрите на самый умный город России. Да и вообще в Подмосковье просто какая-то жесть. Вот, например, в Лекарино вообще вышла из строя всего одна единственная котельня. И город до сих пор плавно остывает. Жалобы потоком. Ну и знаете, власти говорят, что все нормально. Бывает, ну подумаешь, там в некоторых квартирах иногда плюс 10, а чаще меньше. Ну, в принципе, ерунда. Вот, Калина, 12, 6 число. Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом. Жгем дрова. Только в Подмосковье 21 тысяча человек уже не первый день. Без тепла и без горячей воды. А на улице страшные морозы. В квартирах плесень, лед на окнах. Причем беда по всей России. Во Владивостоке без отопления остался даже роддом. А по всей Ленинградской области 250 домов замерзают. Ну что, россияне, генерала Мороза звали? Ну вот он, собственно, и пришел. А помните, это та самая эпичная в своем идиотизме реклама захватчиков? Они еще тогда, кстати, сэкономили, ну или сглупили и нарисовали гибельный мороз именно на российских локациях. Ну что же, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они встают явью. И, кстати, желание вогнать Украину во тьму тоже вылезло боком, потому что в Москве на днях как-то внезапно свет, так и газ. Говорят, подстанции горели. Ну, может, это просто добрые люди хотели согреть страждущих. А вот смотрите, губернатор Московской области Андрей Воробьев, ну, то есть как бы ответственный за весь этот бардак с отоплением, накануне 4 января написал пост, что он исполнил детские мечты в рамках акции «Елка желаний». И вот дальше, смотрите, жители самых разных мест Подмосковья стали писать, что у них-то одно единственное желание – дайте просто отопление. 4 числа вот люди на странице Воробьева пишут, что реально замерзают. Им говорят, что через 2 часа все будет хорошо. Потом отчитываются – все отлично, проблема решена, тепло есть. Люди, правда, говорят, что у них тепла нету, но на бумаге-то все есть. А морозы и масштаб бедствия будет только нарастать. И что делать людям непонятно. Неужели дальше терпеть и надеяться на чудо?